Господин председатель, я очень внимательно слушал своих коллег. Теперь извольте, пожалуйста, послушать меня. Наберите терпения. Мы уже давно не обсуждали Украину, и поэтому вдвойне признательны польскому председательству за их инициативу. Признательны госпожам Розмари Макрель и Урсуле Мюллер, а также господину Апокану за их брифинги. Сразу после нашего выступления вы услышите следующий текст. В феврале 2014 года на Украине произошла революция достоинства. Напомню, синоним слова «революция» — это переворот. Значит, Киеве все-таки признаю, что в Украине произошел переворот и захват власти. Россия не смирилась с этим и развязала против Украины войну. Ее войска на Донбассе. Она оккупировала Крым. Россия фактически ведет Третью мировую войну гибридными методами. Это битва цивилизаций. Мир рабства бросил вызов миру свободы. Украина на переднем краю этой борьбы. Московского варварства с цивилизованным миром. Я мог бы продолжить перечень этих убогих тезисов, но оставлю возможность господину Климкину развить и дополнить их. Проблема в том, что мы имеем дело с продавцами воздуха. Но надо отдать им должное. Киевская пропаганда преуспела в создании образа несчастной, свободолюбивой и миролюбивой Украины, отчаянно сопротивляющейся коварному и ненавидящему ее и ненавистному ей Мордору. Преуспела не одна. В этом ей помогали и помогает ее покровитель на Западе. Они все сейчас сидят в этом зале, по левую и по правую руку от меня. Правда, в последнее время и они стали понимать, что что-то в этой картине не сходится. Уж больно эта картина сюрреалистична. Украина объявила о том, что находится в состоянии войны с Россией. Правда, непонятно, кто в данном случае агрессор, поскольку мы в состоянии войны ни с кем не находимся. Однако военное положение не объявлено, функционирует посольство, действует безвизовый режим, и миллионы граждан обеих стран перемещаются через границы. Посещают родственников, приезжают в Россию на заработки, отдыхают в якобы оккупированном Крыму, торгуют, занимаются бизнесом, и не испытывают при этом никакой враждебности ни со стороны населения агрессора, ни со стороны населения ее жертвы. Так называемая резолюция достоинства, а точнее переворот, был совершен ради свержения ненавистного коррупционного режима Януковича. Ну и где мы сейчас? Стало украинцам лучше сегодня? Об ужасающем уровне коррупции на Украине прекрасно знают западные покровители Киева. О плачевном состоянии экономики тоже. Но есть панацея. Все беды Украины можно списать на Россию. Так и происходит, и, как правило, в карикатурных формах. Один пример. Перед финалом Лиги Чемпионов Киеве группа украинских фанатов избила английских болельщиков. Такое, к сожалению, случается. Последовало выдающееся в своей незамысловатости объяснение. Это была провокация ФСБ, а фанаты были русскими. И что бы ни происходило на Украине, российский след – это универсальный тезис. Вы, дорогие друзья, находитесь в глубокой информационной самоизоляции от происходящего на Украине. Вы питаетесь штампами и клише западных СМИ и тезисами ваших украинских подопечных. Многие ли из вас занимались глубоким анализом социально-политической обстановки и морально-психологического климата в этой стране? Знаете ли вы, какие ведра помоев и ненависти изливает киевская власть на Россию? Какую ложь они позволяют себе говорить и какой злобой они пышут? Впрочем, не только они. Известно ли вам, какой бред и небылицы несут некоторые украинские СМИ? Про ситуацию в Крыму, строительство Крымского моста, положение на Донбассе, мотивы и замысла России. Вам это неизвестно. Зато хорошо известно нам. Те СМИ, которые позволяют себе собственное мнение и нежелательное мировоззрение, даже не пророссийские и не враждебные, а просто оппозиционные. На Украине зачищают и закрывают. Под каким предлогом? Правильно. Потому что они агенты Кремля. Независимых и оппозиционных журналистов убивают. Преступления не расследуются. Только что сегодня в Киеве был убит российский гражданин, журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это уже происходило не раз до этого. Другие журналисты убегают из страны от преследований. А если их нет? А если нет, их арестовывают. Как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу РИА Новости Украины. Какое ему было предъявлено обвинение? Госизмена. Государственная измена. Уровень шизофрении на Украине зашкаливает. Напомню, шизофрения – это не ругательство. Это психиатрический синдром раздвоения личности. Украина, благодаря стараниям ее нынешних властей, живет в двух параллельных мирах. В состоянии выдуманной гибридной войны с Россией и в реальном мире, где никакого российского вторжения нет. Именно для того, чтобы реальность не опровергала и не пересекалась с созданным киевской властью виртуальным миром, необходим жесткий контроль информационного пространства. Шизофрения распространяется и на идеологию. Киевская власть создает пантеон новых героев Украины, борцов за ее независимость. За неимением других на педестал зашли руководители организации украинских националистов. Организации, сотрудничавшие с нацистами. Ее лидеры Бандера и Шухевич. И не важно, что для половины населения Украины это не герои, а преступники и коллаборационисты. Главное, чтобы герои были антироссийскими. Вот наши польские председатели прекрасно знают, кто такие Бандера и Шухевич. У поляков с этими деятелями свои счеты. Знают они, что это за организация ОУН. ОУН. Которая во время войны уничтожала евреев, поляков и русских. Только сегодня об этом они ничего не сказали. Это для внутреннего польского потребления. Здесь такое говорит не Камильфо. На Украине творится беззаконие, которое не потерпели бы ни в одном правовом государстве. Но там можно. И можно закрывать на это глаза. Власть в Киеве ведет наступление на основные права и свободы человека. Подавляет инакомыслие. Действует методами полицейского государства. Потакает росту экстремистских и неонацистских настроений. Ведет дело к насильственной укранизации страны. В сентябре 2017 года вступил в силу закон об образовании. Нацеленный на полное искоренение всей системы образования на русском языке. В разрез с обязательствами Украины по Минским соглашениям. Отменен закон, дававший право использовать русский язык. На региональном уровне. Проигнорированы рекомендации Венецианской комиссии о внесении корректив для обеспечения прав нацменьшинства. Принимаемые Киевом меры – это языковая зачистка. При том, что русский на Украине с большой натяжкой можно назвать языком меньшинства. Все это противоречит Конституции самой Украины и ее международно-правовым обязательствам универсального и регионального характера. Напомню, что языковой вопрос послужил одним из основных мотивов, произошедшего на Украине. Но киевская власть на своих ошибках учиться не собирается. Не может не тревожить бесконтрольный рост националистических и шовинистических настроений на Украине. Чуть ли не с государственным размахом в стране факельными шествиями отмечают день рождения Бандеры. Нападением националистов подвергаются представители СМИ, офисы телеканалов, дома их владельцев. 9 мая радикалы совершили попытку поджога офиса телеканала Интер за трансляцию концертов через Дня Победы. Не прекращаются нападки националистов на храмы и приходы канонической Украинской Православной Церкви, а также православных журналистов. 9 мая здесь, в штаб-квартире ООН, после семинара украинской миссии при ООН, который они пытались выдать за официальное мероприятие Комитета по информации, украинские участники, так называемый АТО, включая снайперов, пытались угрожать физической расправой российскому дипломату. Привезла этих снайперов и аттестовала их, как своих друзей, официальный представитель украинского МИДа. Потом она попыталась представить это все как российскую клевету, ложь и пропаганду. До сих пор не расследована трагедия в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы заживо сожгли более 50 человек в Доме профсоюзов. Зато сегодня об этом с гордостью, как о подвиге, говорит руководитель ООН. Это только малое толико того, что можно привести в формате этого выступления. Все на самом деле гораздо печальнее. Вот почему жители Крыма не захотели испытывать это на себе и решили уйти от такой Украины. Жителям Донбасса повезло меньше. Там развернулся другой сценарий. Хотя просили-то они совсем немногого. Пользоваться в составе единой Украины автономией, говорить на своем родном языке, чтить своих героев, а не навязанных им Киевом. Скажите, что в этом абсурдного? Почему это возможно где-нибудь в Бельгии, где мирно уживаются Волоны и фламандцы, и невозможно на Украине? Упаси Бог от подобного сценария Бельгии. Я желаю всего самого доброго и мирного неба над головой. Никому не приходит в голову, почему на Донбассе не видно и не слышно массовых и немассовых протестов против местной власти, которые Киев называет террористами. Хотя жизнь у этих людей совсем непростая, благодаря щедрой заботе одних киевских властей, устроивших своему собственному населению, о котором они лицемерно пекутся, торгово-экономическую блокаду. Что-то ничего не слышно о нарушениях прав человека на этих территориях. Неслышные о требовании скорее вернутся под власть Киева. Может быть, ответ просто в том, что эти люди тоже не хотят на такую Украину? Вы либо просто не знаете, с кем имеете дело, либо сознательно закрываете на это глаза. Потому что, к сожалению, некоторым из вас урегулирование конфликта на Украине вовсе не нужно. А нужен лишь очаг нестабильности у границы России и злорадное удовлетворение от напряженности в отношениях между двумя братскими странами и народами. Но вы заблуждаетесь, полагая, что это навсегда. О том, что комплекс мер по реализации Минских соглашений, утвержденной резолюцией 2202 СБ ООН, является единственной возможной основой урегулирования, сегодня многие справедливо говорили. Стала расхожей фраза «Россия должна выполнить Минские договоренности». Но многие ли из присутствующих в этом зале знакомы с содержанием Минских договоренностей? Читали ли их вообще? Знают ли кто, что и в какой последовательности должен выполнять? Разрешите, я вам напомню? Комплекс мер состоит из 13 пунктов. Пункт 1, 2 и 3. Всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений. За три года Киев так и не досужился добиться устойчивого прекращения огня, игнорировав объявлявшиеся Минской контактной группой перемирия. Техника украинских силовиков регулярно отсутствует в местах хранения и используется для обстрела мирных объектов на Донбассе. Кстати, хочу сказать своей британской коллеге. Рабочих Донецкой фильтровальной станции, как и саму фильтровальную станцию, обстреливала украинская страна, а не ополченцев. По данным специальной мониторинговой миссии, с начала текущего года на контролируемых ополченцами территориях погибли 5 и ранено 33 мирных граждан. А на подконтрольных правительствах территориях ранен один мирный житель. Киев сорвал и продолжает саботировать реализацию рамочного соглашения о разведении сил и средства 21 сентября 2016 года, хотя ополченцы регулярно подтверждают готовность его соблюдать. Украинские войска регулярно захватывают населенные пункты в так называемой серой зоне, где подобная активность запрещена. Блокируется процесс разминирования. Военные приготовления идут полным ходом. Теперь украинская сторона проводит на Донбассе войсковую операцию так называемых объединенных сил. Сегодня над Донбассом Украиной зачем-то были устроены учения с задействованием авиации. А ряд стран, вместо того, чтобы добиваться выполнения Киевом своих обязательств, еще и начал поставку на Украину вооружений. Это что, вклад в реализацию Минских соглашений? Пункт 4. Диалог о модальности проведения местных выборов. Киев и не думает приступать к какому-либо диалогу, игнорируя наличие под Минскими соглашениями подписи представителей Донецка и Луганска. Если послушать украинских политиков, то там вообще нет людей, там живут одни террористы. А между тем на Донбассе 4 миллиона украинских граждан. Пункты 5 и 6. Помилование, амнистия, освобождение и обмен всех заложников. В нарушении договоренности Киев отказывается проводить через Верховную Раду законопроекты по амнистии ополченцев, хотя аналогичная процедура в отношении участников беспорядков на Майдане зимой 2013-2014 года была применена. Ополченцы неоднократно проявляли готовность в соответствии с Минском осуществить обмен удерживаемых лиц по формуле «всех на всех». Киев последовательно возражает. Пункт 7. Безопасный доступ. Гуманитарный доступ. Накопившиеся здесь проблемы, о которых упоминала госпожа Мюллер, необходимо решать в рамках периодически собирающейся в Минске контактной группы. Основная проблема – нежелание Киева вести диалог с представителями Донецка и Луганска. В итоге, по сути, жителям этих регионов остается рассчитывать сегодня только на поставки из России. Нас же за это еще и критикуют. Пункт 8. Восстановление социально-экономических связей. Киев ввел полную блокаду Донбасса – экономическую, транспортную и продовольственную. Видимо, так киевские власти пытаются вернуть расположение обычных жителей Юго-Востока. Пункт 9. Восстановление полного контроля за границей, над границей. Именно с этого пункта в Киеве и в Вашингтоне, кстати говоря, начинают читать комплекс мер. Но в нем черным по белому написано, что произойти это должно, я цитирую, в первый день после местных выборов при условии выполнения пункта 11. А это, снова цитирую, проведение конституционной реформы, которой до сих пор нет. Только после этого пунктом 10 предусматривается разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, к которым Киев относится ополченцам и мифические российские войска, демонстрируя в подтверждении их присутствия различные фальшивки. Хочу еще раз огорчить некоторых присутствующих. Российских войск на Донбассе нет. Весьма, кстати, оригинально было слышать от уважаемого представителя США норовоучения о нарушении России международного права и вторжения в другие страны. Это нам говорит представитель США, страны, которая имеет долгую и славную историю незаконных вторжений в суверенные государства, включая в недавнее и в последнее время. Предусмотренная пунктом 11 конституционная реформа должна была быть завершена до конца 2015 года. Ее ключевыми элементами прописана децентрализация и законодательное оформление особого статуса Донецка и Луганска. В числе прописанных в Минском мер право их жителей на лингвистическое самоопределение, широкое самоуправление, развитие приграничного сотрудничества с российскими регионами. Это все не только не выполнено, но и, по сути, перечеркнуто вступившим в силу 24 февраля 2018 года с законом о так называемой реинтеграции Донбасса. Минские договоренности в нем даже не упоминаются. Пункт 12. Проведение местных выборов по согласованию с представителями Луганска и Донецка. Поскольку Киев отвергает диалог, данный пункт, разумеется, также не выполняется. Пункт 13. Создание рабочих групп по конкретным аспектам реализации Минские договоренности. Ну и кто, по-вашему, должен выполнять Минские договоренности? Какой из перечисленных пунктов относится к обязательствам Москвы? Украинское руководство упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям в политической сфере. Не обеспечено законодательное закрепление на постоянной основе особого порядка местного самоуправления Донбасса. Саботируется реализация формулы Штайнмайера об особом статусе Донбасса. Причина саботажа Минских соглашений со стороны Киева проста. Киев сам не желает урегулирования. И Донбасс Киеву не нужен. Зачем ему несколько миллионов антивластно настроенных граждан накануне президентских выборов 2019 года? Рейтинг обанкротившейся нынешней киевской власти и так ниже некуда. Если заниматься реальным урегулированием, необходимо вести переговоры с Донбассом. Значит, придется признать, что речь идет о внутриукраинском конфликте. О брата убийственной войне. Что и есть настоящая и голая правда. А это самоубийственно и внутри, и внешнеполитически. У Киева нет политической воли на это. И он не может себе позволить разрушить созданную им удобную парадигму российской агрессии и поддерживаемых ею террористов, за которыми так удобно прятаться и получать поддержку на Западе. Поэтому мы и дальше будем наблюдать имитацию бурной деятельности, театральные представления и пафосные выступления киевских политиков. Господин председатель, в 2015 году Совет Безопасности предпринял попытку оказать реальное международное содействие Украине. Резолюция 22.02 закрепила Минский комплекс мер в качестве международно-правовой основы урегулирования, которая сегодня подтверждается в качестве единственного эффективного механизма политического выхода из ситуации. Но ни у кого не должно быть иллюзий о том, что какое-либо решение может быть работоспособным без учета воли населения Донбасса. Именно в поддержку этих договоренностей между Киевом, Донецком и Луганском мы предложили подумать над учреждением миротворческой операции ООН. К сожалению, вместо этого наблюдаем попытки создать под зонтиком ООН некий альтернативный формат урегулирования, подменить усилия СММ и ОБСЕ нормандского формата и перевернуть с ног на голову Киевский комплекс мер, Минский комплекс мер. Тем не менее, та поддержка, которую мы сегодня услышали Минским договоренностям, которую только надо правильно читать и последовательно выполнять, вселяет в нас надежду, что нам удастся, наконец, добиться урегулирования в этой истерзанной конфликтной стране, от которой страдают прежде всего простые украинские граждане. Россия в этом заинтересована больше всех. Именно поэтому, господин председатель, мы предлагаем принять краткое заявление председателя Совета. Разрешите, я его зачитаю. Совет безопасности, безусловно, подтверждает свою резолюцию 2202, одобрившую комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятые и подписанные в Минске 12 февраля 2015 года. Настоятельно призывает обеспечить полное, всестороннее и последовательное выполнение комплекса мер, включая предусмотренные в нем всеобъемлющее прекращение огня. Настоятельно призывает воздерживаться от любых шагов и риторики, противоречащих букве и духе его резолюции 2202. Надеемся, Совет единодушно подтвердит свою приверженность к мирному регулированию на Украине на основании Минских соглашений. Господин председатель, не могу обойти стороной крайне важный и чувствительный для всех нас вопрос. Сегодня многие выступающие подняли тему крушения в небе над востоком Украины малайзийского Боинга MH17 в июле 2014 года. Мы с глубокой скорбью восприняли тогда случившееся и, как все, рассчитывали на независимое и беспристрастное расследование. Откровенно говоря, мы не предполагали обсуждать эту тему сегодня, поскольку она напрямую не имеет отношения к политическому регулированию на Украине. Но раз уж совместная следственная группа поспешила с очередной порцией своих комментариев, стараясь, видимо, успеть к сегодняшнему заседанию, а некоторые делегации за этим столом, не разобравшись, мгновенно подхватили новую антироссийскую волну, скажем следующее. Наше отношение к трагедии спустя 4 года нисколько не изменилось. Мы возмущены этим ужасным происшествием и глубоко скорбим о жертвах, и сочувствуем их родным и близким. Мы настаиваем на проведении заслуживающего доверия расследования. Истины виновные за него должны быть определены на основе достоверных доказательств и привлечены к ответственности. Напомню, что именно Россия сразу после трагедии встала у истока принятия резолюции Совета Безопасности 21.66, которая потребовала проведения международного расследования и определила его четкие критерии. С момента катастрофы мы регулярно оказывали нидерландской стороне максимальное содействие и настойчиво призывали обеспечить транспарентность расследования. Генеральная прокуратура России всегда оперативно и полно реагировала на поступавшие обращения о показании правовой помощи. Мы рассекретили и передали следствию. Конструкторские данные ракет системы БУК предоставили результаты эксперимента производителя этого типа ракет концерна «Алмаз-Антей». Мы сделали то, что никто, кроме нас, до сих пор не сделал. Еще в октябре 2016 года Россия направила первичные радиолокационные данные, которые имеют критическое значение для расследования, поскольку их невозможно подделать. Они, в частности, полностью исключают возможность запуска ракеты, сбившей Боинг, с подконтрольной ополченцем территории, на чем так настаивает следствие. Тем не менее, к данному делу, эти данные к делу даже не приобщены. Задаю прямой вопрос, почему? И как прикажете понимать отказ нидерландской стороны дать оценку ключевому обстоятельству трагедии? Тому факту, что украинские власти не закрыли для гражданской авиации воздушное пространство над зоной конфликта? Или почему в деле не фигурируют радиолокационные данные Киева и информация о действиях украинских диспетчеров? Напоминаю, что США также до сих пор не предоставили снимки со спутников, о наличии которых заявляли сразу после катастрофы. Вместо того, чтобы в должной степени учесть конкретные неоспоримые факты, СССР манипулирует данными соцсетей, подлинность которых проверить невозможно. Более того, еще до завершения расследования группа запустила цепную реакцию обвинений в адрес России в духе британского highly likely. Европейские следователи продолжают дискредитировать себя выдвижением обвинений до окончания расследования. Все это свидетельствует о нежелании всерьез заниматься следствием и подтверждает идеологическую и политическую подоплеку поиска виновных. Вместо этого министра иностранных дел Нидерландов сегодня сообщил нам о выдвинутых Нидерландами Австралии безапелляционном требовании к России признать свою вину. Безапелляционно. Я не буду комментировать содержание, особенно тон этого письма. Я не хочу обижать нашего голландского министра. Но хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли, с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволено. Мы подтверждаем нашу готовность оказывать всевозможное содействие по настоящему транспарентному независимому следствию и не можем принять беспочвенных выводов СССР. Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия. Благодарю вас.